В своем недавнем обращении к народу Казахстана президент Касмжимар Токаев говорил о необходимости обеспечения верховенства права и качества отправления правосудия. Для этого требуется срочное обновление и оздоровление судейского корпуса, реформа судебной системы. Глава государства подчеркнул, что судьи должны быть высококвалифицированными, честными и неподкупными. Уже сейчас разрабатывается цифровой аналитический инструментарий, который призван обеспечить единообразие в отправлении правосудия. В регионах тем временем полным ходом идет цифровизация судебной системы. Все 90 залов судебных заседаний в Восточно-Казахстанской области на сегодняшний день оснащены современными средствами аудио- и видеофиксации. Судебные процессы в обязательном порядке хранятся на электронных носителях. Во всех судах действуют информационные технологии, такие как информационная система Торелик, сервис судебный кабинет и его мобильная приложение. Судебные дела нередко рассматриваются в онлайн-формате. Активно осваивается такая отрасль, как цифровая криминалистика. Происходит процесс внедрения искусственного интеллекта в судебную систему. Как отмечал глава государства Касымжамарт Токаев, несмотря на пандемию была проделана определенная работа по совершенствованию и модернизации судопроизводства. Система электронного документа оборота, то есть внедрение базы данных арбитраж с целью приема электронных документов. В рамках цифровизации запущен такой сервис, как судебный кабинет, способствующий обеспечению оперативности и доступности судопроизводства. Электронная площадка предназначена для подачи заявлений, ходатайств и жалоб по гражданским и уголовным делам. С начала реализации данного проекта в 2021 году рассмотрено в электронном варианте 4000 дел. В текущем году за 8 месяцев 2022 года рассмотрено и зарегистрировано более 10 тысяч дел. Отметим, что активное применение информационных технологий в судебной системе Казахстана началось еще в 2006 году. И сегодня результаты вполне ощутимы. Цифровизация способствует повышению прозрачности судебных процессов, обменов данными и дисциплинирует участников, исключая тем самым коррупционные риски.